так друзья всем привет всем привет всем доброго дня доброго прекрасного хорошего дня так хочу написать тему секундочку секундочку просто секундочку пока подключайтесь уже 101 человек так короче я не вижу как доброе утро доброе утро добрый вечер не вижу как пишутся здесь темы если честно очень давно не было в прямом эфире в инстаграм в общем сегодня мы с вами сегодня мы с вами поработаем я составила план сегодняшняя сегодняшняя наша тема короткие ролики как развиваться за счет коротких роликов как у нас сегодня будет гость как набирать аудиторию как зарегистрироваться в тик-ток как его монетизировать вообще всем кому интересно у меня тут составлен небольшой план пока мы ждем нашего гостя будьте добры напишите города и страны это будет очень удобно для того чтобы для того чтобы сразу сделать акцент сделать пользу именно для вас эфир постараюсь сохранить вот пишите города и страны и я пока жду нашего гостя всем еще разочек привет тик-ток сегодня у нас тик-ток короткие ролики youtube тик-ток instagram в общем на все на все на эти темы поговорим россия москва москва спасибо россии самара благодарю молдова рим привет привет арова меня все он вижу родные люди израиль буэнос-айрес с классно майами супер так ребята давайте тогда знаете с чего мы начнем я просто сразу с места в карьер рига все огромное спасибо забайкаль и майами очень рада вас видеть сегодня максимум хочу дать пользу меньше воды больше пользы и сегодня давайте я прям сейчас секундочку с чего бы начать я думаю что ни для кого не секрет для кто-то понимает вообще для чего нужны подписчики в социальных сетях вообще что они нам дают и вкратце когда мы продаем какую-либо услугу либо товар и мы не знаем кому продать то есть очень многие делают такую ошибку в бизнесе когда создаются тот самый какой-то продукт очень долго его вынашивают будь то что-то сделанное своими руками то есть какой-то любой продукт а потом уже только думают его куда мне это продать да где брать людей то есть ответ вот на на самый главный вопрос когда вы просто думаете кому продать где брать деньги где вообще брать людей как покупать рекламу не надо ее покупать сейчас все идет очень органично сейчас время такое когда есть такие возможности вот и развитие social media развитие ваших социальных сетей вот поскольку поскольку я уже 14 лет наверное даже больше в социальных сетях ребята это огромные блага я просто от себя могу сказать что я пользуюсь им и это нетворкинг неважно в какую в какой вы город приедете в какую-то страну это это ваши люди то есть самое главное самое главное как сказать ваше золото ваша нефть это люди вот так меня любят красивой русской так здесь что-то такое уже пошло заработок узнаваемость да окей до казахстан все вижу сейчас ребятки прям три секундочки я прям сразу приглашаю гостя хорошо потому что мне очень важно дальше по списку идти именно с ней так есть потому что очень многие с ней уже давно знакомы то есть это человек который когда-то завел помог мне завести тикток аккаунт настоял на этом чему я вообще жизнь за это безумно благодарна женщина привет 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 и сейчас мы открыли агентство как раз по продюсированию экспертов но сегодня речь не об этом сегодня мы поговорим о том как вам вообще с помощью тиктока с помощью вообще коротких роликов неважно будь то рилз будь то шорт набрать людей набрать аудиторию я предлагаю перейти к следующему пункту по моей писании и в чем разница между тиктоком и инстаграм давай попробуем рассказать хочешь ты хочешь я возьму слово ну я могу наверно начать а ты подхватишь уже расскажешь про свой опыт лично ребят обязательно эфир я постараюсь сохранить и вопросики сейчас я пройдусь по плану тратим быстренько зачту что там будет секундочку в чем разница между социальными сетями вообще что за что сейчас делаете кто как кто там какие люди какие бренды какие возможности как туда зайти как подключиться из россии очень многих вопросов многие возникли вопросы что в россии тикток не работает как это все монетизировать какие есть плюшки ну в общем и ответы на ваши вопросы все это будет сегодня да все женщина тебе стоит говорит представьте девушка пожалуйста евгения евгения это креативные директор это голова нашего агентства сейчас жили с огромным опытом она работала в доме тиктока то есть уже не и уже не все кто знает все кто приходили к нам на курсы по тикток узнает вообще это человек сканер который просто сразу знает с какой стратегии выстреливать кому что показывать в общем ну я представила все ладно ну в целом если мы будем говорить про тикток я наверно никогда не устану это делать потому что если сравнивать алгоритмы то тикток инстаграм это вообще небо и земля если инстаграм будет спрашивать с вас кучу денег топить вас как только можно и никаким образом не продвигать и здесь выделиться среди конкурентов довольно тяжело то на первых парах тикток сам будет вас активно продвигать на аудиторию и сам будет искать вашу целевую аудиторию идет это все максимально бесплатно и максимально эффективно вот и даже если на первых парах это будет неудачно если вы например очень долго сами себя ищите не можете определиться со своей экспертностью своей нишей то всегда есть у вас всегда есть бесконечное количество времени использовать алгоритмы тикток себе во благо и они вас абсолютно распространяют на разных людей они очень гибкие и то есть если сегодня вы решили быть мамой а завтра мамой и блогером который делает рецепт а потом завтра вы стали спортсменом то со временем алгоритмы сделаю так чтобы ваша аудитория так или иначе ваш вас нашла конечно естественно мы всегда как эксперты советуем первых порах определяться более четко со своим позиционированием чтобы лишний раз не тратить время на поиск своей целевой аудитории вот в общем да тикток вас продвигает легко и бесплатно выделять вас среди конкурентов помогает вам заработать сама платформа в этом заинтересована вкладывает в это кучу денег уже давно туда пришли бренды которые поняли что как что эти алгоритмы намного дешевле им обходится чем вся другая реклама которой они занимаются вот я думаю что ира тут может поделиться своим опытом как вообще аудитория какая даже в тикток то есть на кого толкают алгоритм как они находят подписываются люди лояльные в общем все передаю тебе слово я хочу сказать вот проще простыми словами а тикток это такая платформа которая прожить не про настоящее то есть если мы говорим про мы все устали ребят я сейчас не агитирую уходить из инстаграма просто и бежать всем сектор вы как должны быть как я всегда про это говорю как алгоритм отрубитесь каждого утюга помните как ласковый май раскручивали до когда в каждой вот по поезда по всей территории не знаю бывшего нашего советского союза расходились и везде играл этот ласковый май надо быть во всех соцсетях но разница в чем то есть мы устали от перфекционизма вот большинство из вас фотографа кто сейчас смотрят и мы знаем вот мы порой вот в инстаграм лишь лучше ничего не выложить потому что друг я выложу слишком плохо ну вот потому что вот инстаграм вот он такой вырезанный он весь такой причёсанный и мы устали гнать вот этот причёсанный контент у нас нет возможности нет сил дыхания не хватает чтобы постоянно соответствовать вот этому супер как бы вырезанному инстаграм тикток это про жизнь где люди не задумываются там к примеру вы когда записываете рилсы в инстаграм это надо свет это надо вечно что-то чем-то удивить это какие-то лампы это что-то такое вот просто экстра должно быть а в тиктоке все проще вот просто вот жень вот смотри вот кстати у нас сейчас инстаграм картинка такая неделка вот такая вся но я сколько потратила времени чтобы накраситься одеть эти серьги бусы и так далее вот инстаграм вот красивый фончик такой вот все а вот жили вот 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 вам сравнение да такой задний фончик шкафчик такой картиночки вот картинка и люди устали 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 от вылезанности от спешного успеха люди устали они хотят жизнь видеть просто настоящий и сейчас вот конечно понятно что вот три гигантские платформы тик-тук youtube и тик-тук youtube и инстаграм они борются как вот за внимание за откусить свой кусок пирога вот забрать вот это вот сюда и сейчас вы видите огромное количество идут туда и я вот просто еще раз хочу сказать что самое мое лучшее решение за последнее время жене огромное тебе спасибо потому что ты настояла на том чтобы я пошла в тик-тук я же не мне писала ира пошли в тик-тук ты эксперт давай там себя раскручивать их же не отстань там дети дрыгаются не пойду я туда я туда заходила и мы тоже дрыгались период карантина мы с ясей там не знаю вставали на весы и готовили еду и делали какую-то чухнюк которая естественно не заходила я смотрела то что в тренде мы повторяли под эту же музыку я помню даже мужа заставила одеть пальто и мы заходили в ванную а у нас там это как сказать как это называется когда вы так вот закрывается стеклянная штука такая вот то есть не ванная вот ну вот как называется господи шторками такая стеклянная я блин ребята у нас просто здесь такой нет и это и мы в пальто оба заходили в пальто в ванную держались вот знаете там за типа за поручни сумками стоим в ванне и вот под этот воздух осторожно двери закрываются следующая станция ну просто балбеса но делать нечего было естественно конечно у меня тик-тук ассоциация шторка до кабина и у меня тик-тук ассоциировался с какими-то такими не причудами и когда же не настояла там полтора года назад ира пошли все эксперты бренды там и конечно женька огромное тебе спасибо потому что сейчас вот все возможности которые у меня есть понятно понятно что прошло полтора года ничего не бывает просто так ребят я сразу хочу сказать что нет волшебной пилюли вы пришли вот сюда послушать о том что мы вам не будем говорить что есть волшебная там таблетка сейчас вы ее съедите завтра будете блогерами миллионниками нет у меня за полтора года 600 тысяч но это мои кровные родные 600 тысяч которые ни в коем случае не перегонялись из инстаграм то есть это совершенно другие люди и по поводу вот если же и сказала же сказать я этот же я я показывала вчера даже в story что я вот эти ролики вот такая вот доска моя доска и эти же ролики к примеру я выкладываю в тик-ток в youtube в шорце в инстаграм и вот она видите идет прибавка но по аудитории это чувствуется аудитория в тик-токе она более открытая они они какие-то там там молодежь вот многие моя бабушка говорила вот нынче по музыка пошла не то все как-то вот но все не то вот именно по отношению к молодежи а я сейчас вижу то что сейчас то что сейчас я вижу в тик-токе какая перспективная молодежь какие они они открытые душевные у них нет зависти злости они не пытаются себе насолить ли чем-то тебя но при одни и те же ролики я вирусила во все соцсети я выкладывала в телеграме для своих подписчиков разницу почитать в инстаграм пошло куча дерьма и прям ну понятно что ребят те кто пришли на эфир там вы возможно искренне относитесь ко мне да и никогда не будете писать какой-то гадости но в основном это идет такая возрастная аудитория которые лишний раз спас не они зажмотятся поставить вам лайк или написать какой-то комментарий они будут вас из-под тишка смотреть они там вот но вот вот как то вот к сожалению как то так может быть у меня ребята поставьте пульсики у кого также может быть просто мне так не повезло да потому что аудитория большая понятно что кто-то тебя любит а кто-то тебя ненавидит но в тик токе вообще совершенно другая история там и настолько доброжелатели настолько хочется отдавать хочется больше делать хочется снимать хочется в каждом комментарии вот это чувствуется вот какой-то позитив ребят вот я вижу вижу ваши плюсики да я не знаю чем это связано но еще самое главное вот я не устану вам говорить про то что когда в социальной сети перестанет находиться молодежь а вот моя яси ей 16 лет она такая мамчу инстаграм и ну как бы вот вот они уже не захотят там сидеть наши вот детки которые более младшие они не захотят для них уже инстаграм это как сетка одноклассники и рано или поздно кто знает кто сидел в одноклассниках я сидела да и вконтакте сидел он про контакт ничего сказать плохого не могу им они молодцы но для того чтобы постоянно набирать новую аудиторию для того чтобы вам быть на плаву что-то продавать себя презентовать нарабатывать свой личный бренд да в тик токи молодежь а там в основном вот сейчас у нас там 18-24 года но эти люди растут они растут они растут вместе с вами они уже знают вас они к вам привыкают и естественно был то есть бить надо по всем фронтам могу сказать что в тик тока аудитория более лояльно за счет того что они не не если в инстаграм все устали уже от прогревов от stories она она уже реально вот здесь надоело и она уже даже никакой искренности не вызывает сейчас даже чтобы быть искренним и особенным stories это нужно раз и даже в это никто не поверит согласно а в тик ток люди к этому не привыкли и вот ира говорит там молодая аудитория они с вами растут но я вам даже такую вещь скажу что сейчас когда социальные сети активно развиваются уже в 20 18 16 люди начинают зарабатывать и это значит что аудитория в 16 лет может у вас вот ведь и стремились работать на целевую аудиторию 30 плюс потому что все думали что это платежеспособная аудитория то уже лет пять как все поменялось и под и платежеспособная аудитория там даже я свой первый курс мне кажется лет в 20 купила вот это было там когда да ко мне сейчас на курсе по фотографии 16-летний рядом подростки приходит да но женщина секундочку перебью я хочу сказать что наоборот вот возрастные они бы наоборот уже не хотят покупать они уже такие начаты нас чем ты там удивишь да вот они уже вот так вот я сам все знаю то есть вот вот такое отношение у аудитории которые старше мало кто хочет учиться потому что им кажется что они уже знают все а молодец молодежь она голодная они готовы они готовы все брать они готовы впитывать и они готовы вот этой своей энергией делиться отдавать есть в будущее в свое вкладывать потому что им хочется еще больше денег еще больше слова еще больше всего и знаете речь и даже не про столько славу именно в приложении то есть мы же говорим о людях которые хотят стать психологами врачами сколько есть профилей в аккаунте в тик токе про то как сдать егэ как сколько людей смотрят и покупают курсы как сдать егэ как стать фотографом психологом пожарным вот то есть на каждого человека найдется своя целевая аудитория который будет покупать и здесь уже не не идет речь о возрасте да тут сразу вопросы пошли по монетизации ребята да сейчас сейчас расскажем по монетизации по россии как подключиться потому что да это такая больная тема у многих сейчас секундочку же что я хотел сказать хотел рассказать историю к нам сейчас в агентство пришел мужчина бренд и не буду называть имени и смысл в том что как же он короче там долгая такая сложная история в общем он к нам попал ему посоветовала глава многомиллионной корпорации здесь майами здесь у нас в америке то есть люди делают огромные деньги и они говорят мы делаем свои продажи мы сильно через тик ток подняли свои продажи то есть сейчас да сейчас думать о том что там только детки это очень ошибочно но кстати развивать детей в социальных сетях это тоже очень круто то есть кто хотят сделать из своего ребенка бренд да возможно то есть у меня такая цель я хочу быть ее супер продюсером вот и в общем примыкайте в нашу армию женщка давайте сейчас расскажем именно по поводу стран как зайти из разных стран в каких странах есть официальная монетизация если официальной монетизации нет как можно подключить ну как можно зарабатывать деньги с помощью я думаю что ты их людей немножко напугала тем что у ты зарабатываешь тик ток не столько напугало сколько ты живет сша и ты показываю зарабатывать тик ток мне всегда очень много стали писать да это пишут многие что у нас тик ток закрыт мы же давно вы не знаете у нас тик ток давно закрыт мы ничего выложить не можем я такая о мая гад люди вообще проснитесь проснитесь получается что многие думают что ты зарабатываешь на ТикТок благодаря именно внутренней монетизации, но здесь можно привести два примера. Первое, это то, что ты переводишь трафик и всегда именно люди покупают, то есть основной заработок с любой площадки идёт не только внутри этой площадки, но и когда вы переводите куда-то аудиторию или продаёте на самой площадке, то есть вы продаёте людям, которые на вас подписаны, что-либо, вот, и они у вас это с радостью покупают, потому что они ещё не избалованы какими-то продажами, и в целом потому что воронку продаж в ТикТок выстроить в целом невозможно, то есть они покупают у вас не потому, что вы эксперт продаж, вам не нужно становиться экспертом продаж, вам просто нужно стать тем, кому будут доверять, и поэтому купят. Но если вы там сомневаетесь, и пример Иры вы можете расценивать как какой-то базовый нереальный пример, до которого трудно добраться, давайте вспомним, если там есть здесь молодые, то они сейчас меня поймут, о чём я говорю, если там есть, которые не сидят в ТикТок, то вы, если зайдёте, вы поймёте, о чём я, то вспомним бренд Райбен, который выпустил вот эти очки с камерами. Наверняка же видели... Я сейчас заказала 300 баксов, но я сейчас по этой зрению проверяю, чтобы... Мне туда мои стёкла вставили. Ну да, классно. Вы думаете, бренд Райбен пришёл в ТикТок, чтобы зарабатывать на монетизации с просмотров, да им эта монетизация вообще нафиг не сдалась. Они пришли и просто завирусили с этими очками, и вот, пожалуйста, все их покупают. Абсолютно все. В недельке мне стёкла вставят, увидите, я буду рулить. Вот так вот. Да, да. Не нужно... В России или в Европе, и у вас нету встроенной монетизации, потому что в Европе она есть не везде, вот, а в России именно встроенной монетизации в ТикТок нету, то всё, что вам нужно, это просто личный бренд. Да, ребята, ещё разочек, да, сейчас ответим на вопросы, сейчас секундочку, просто я вижу, что и конкуренция огромная, сейчас пишите, это отговорки, отговорки. Всегда есть люди, вот догадайтесь, почему кто-то доходит до цели, почему вот у меня огромное количество студентов, когда я говорю, ребята, делайте вот это. Пришли, к примеру, на курс 100 человек, из 100 человек, я вас уверяю, дослушают все курсы, к примеру, пройдут до конца и сделают, применят эти действия 10, понимаете? Потому что остальные наполовину сдохнут, потому что уже так вот, высунув язык, уже перегорят, потому что мы быстро загораемся, регулярность нужна, стабильность нужна. И вот эти вот все, ещё, конечно, извне, мы очень много слушаем, мне вчера тоже много писали, да, вот вы сейчас пишете, конкуренция большая. Чем вы больше, то есть ваши уши где-то услышали, что в ТикТоке большая конкуренция, и вы начинаете себя вот этим полить и лелеять и думать, ну да, мне не дано, то есть вообще меняйте установки, меняйте вообще совершенно всё. Ребята, сколько людей, мы все разные, мы все разные, о какой конкуренции мы говорим? Огромное количество любят, блин, я не знаю, как это объяснить, то есть это... Тут в том, что вас полюбят просто потому, что вы нету конкуренции, потому что нет такого человека, как вы, и именно в этом и суть, то есть если в Инстаграме вам нужно бороться за внимание, в Инстаграм вам нужно выхватывать вот эти вот кусочки, кусочки внимания, лайки, просить комментарии, все вы же знаете, что нужно попросить оставить комментарии, попросить лайкнуть видео, то в ТикТок просто алгоритмы такие, о, её посмотрели, её досмотрели, её лайкнули, о, толкну-ка её вот ещё ему, и пусть он смотрит, и они посмотрят, и эти... Подожди, ТикТок единственная платформа, где таргет не удался, скажи, вот просто, да, там где-то есть какой-то таргет, но ни хрена им никто не пользуется, потому что он там не нужен, потому что там классная органика, и ещё, ребята, вот самое главное хочу сказать, сейчас, подождите, да, сейчас вот просто, сейчас расскажем, какие города и страны, как подключаться, самое главное, монетизация это копейки, вот, ну, реально, вот то, что вот нам сейчас капает, там, где-то 3 тысячи, где-то 6, где-то 9, в зависимости от того, сколько я вложу трудов в свой контент за этот месяц, но это копейки, это просто мизера того, что вы можете получить, то есть, запомните, монетизация это, ну, короче, это не только то, что платит вам сам официальный ТикТок. Женечка, давай про официальные страны, где сейчас именно подключена официальная монетизация, потом начнем, как из России подключаться и так далее. Япония, Америка, Великобритания. То ли Испания, то ли Италия, по-моему. Германия, точно. Испания, Италия, да. Вот между, то ли Испания, то ли Италия, вот я тоже здесь сомневаюсь. Давай в сторис я сейчас выложу, у нас есть табличка, помнишь, мы прикладывали официальное, официальное письмо от ТикТока. Германия, по-моему, то ли Испания, то ли Италия. Что-то еще, что-то еще просто было, еще какая-то страна была, 6,6 было. Ребят, в общем, по окончанию эфира, да, мы приложим это там, где официально, официально вы можете получать монетизацию. Там был вопрос у девушки, что у нее 100 тысяч где-то в ТикТоке, но на Россию, то есть она заводила на Россию, там классный актив. Что делать с этим аккаунтом? От Китая или Корея? Да, от Китая или Корея? Да, 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 точно. Если у вас уже есть какая-то аудитория, то развивайте свой личный бренд и ищите пути, как вы можете монетизировать свой личный бренд. То есть это история про то, что вы можете дать своим подписчикам, и чаще всего, кстати говоря, это тоже еще одна из особенностей социальной сети, они запросы оставляют сами. То есть, Ира, вот нужно ли тебе придумывать, что условно продать? Вот, или тебе подарят? В инстаграмм ты сидишь и думаешь, чем удивить? Какое вот еще, вот какое говно на вентилятор подкинуть, чтобы просто люди начали там активничать, что ты такое? Сидишь и думаешь, контент-план. Ну, вообще, где искать этот контент-план? В ТикТоке не надо. В ТикТоке ты просто выпустил какое-то видео, да, и тебе внутри, а расскажите там, сразу расскажите там, а что у вас вот так? Да вот, просто берите, дергивайте, пишите. Я не знаю это английский. Как Ира переехала? Кто ей помог? Ее за виза? Куда Ясю ходь? А как там одеваться, как Ясю? А можно гайдить такое? А можно вот... То есть люди вам это сами вот так принесут, они вам сами все и вскатят, Контент вам. И заплатят. Поэтому очень большая особенность. Вот, поэтому все, что нужно, это развивать личный бренд и работать с ним. Следить за своей аудиторией, быть внимательным, прислушиваться. Да. Женечка, сейчас расскажи, как подключиться с территории России, а тут сразу вопрос, и считается ли работа ТикТок, как работа в США? Да, конечно. То есть официально, если вы, то есть мы всем нашим ребяткам рекомендуем заводить ТикТок, желательно, с территории. Вот давайте в сторис, когда эфир закончится, я его сохраню, повешу, и в сторис тоже вывешу те города и страны, в которых официально есть монетизация. Можно немножко сделать обход такой. Если у вас есть родственники или друзья, проживающие в Америке, не знаю, там в Германии, в тех странах, где подключена монетизация, попросить их родственников этих, чтобы они вам завели почту gmail.com, то есть желательно ни Яндекс, ни Майл, то есть gmail.com. Они вам это все заведут, и, ну вообще, конечно, в идеале выкладывать именно с какой-то страны, именно с той страны, где есть официальная монетизация. Но если этого нет, Женя знает, как можно отключать это все тоже делать. Но вы должны помнить, что монетизация официально подключается от 10 тысяч подписчиков и 100 тысяч просмотров. Но для этого раньше не надо было вводить social security, то есть никакие документы ни раньше не требовались. Раньше надо было подключить просто PayPal. Вот у меня в мае прошлого года пришла монетизация. И просто надо было подключить PayPal и все, и просто деньги выводились на PayPal. А сейчас, конечно, они уже потребовали, это произошли какие-то изменения, помню, может, месяцев тоже там 7-8 назад. Они быстренько ввели social security, то есть надо вводить подтверждение ваших документов. Но опять-таки, если у вас есть родственники, которые проживают, к примеру, в Америке, и они могут выводить эти деньги, могут вам снимать эти деньги и как-то перечислять именно вашу страну, там, ну, вообще без проблем. То есть дергайте ваших родственников. Это именно про официальную монетизацию. Ира даже налог платит, если не ошибаюсь. Да, конечно, да. То есть сейчас вот как раз у нас налог, у нас раз в год, вот сейчас пойдем, да. Естественно, это статья моих приходов, да, за которые я тоже буду отчитываться. Так, Жень, как выйти с территории России? Ребятки, сейчас поотвечаем на ваши вопросы, секундочку, именно про Россию, потому что многие спрашивают. Да, чтобы зарегистрироваться на территории России, собственно, тут ничего нет, не нужно, просто заходите, зарегистрируйтесь в ТикТоке, как он есть, далее, чтобы выйти в международный, как мы его уже в России называем, потому что есть уже два вида ТикТок, это международный, который, где вы можете увидеть аккаунты людей, которые находятся за пределами России, есть просто ТикТок, вот как они... Ну, извините, российский, да. То есть внегласно... Сейчас, Женечка, прости, прости, я просто... Просто мета, она ушла официально, гордо, с поднятой головой, да. А ТикТок скромный, это китайская сеть, она скромненько, они так что-то слились, что-то где-то официально, но никто об этом не заявил, что ТикТок ушел из России, да. Официально, конечно, остался вот этот ТикТок, российский, но он остался внутренний. И мне многие пишут, Ирина, я не вижу вашего ТикТока, потому что вы крутитесь в старом русском ТикТоке, где все крутится по кругу уже два года подряд. Вот. Но вы также, живя в России, Женя, где ты живешь? В Москве. Ну, а ты продюсер нашего агентства. Сколько мы клиентов ведем, Женя живет в Москве, да. Так что вообще, ребят, без проблем. А теперь, как выйти из Москвы в международный? Да, вот тут пишут, как скачать международный ТикТок. В целом, ничего скачивать не нужно, и нужно просто проявить изобретательность, так скажем. То есть, это вынуть сим-карту, ее не обязательно вынимать до конца, включить VPN. Вот. То есть, посмотрите, чтобы у вас доступ от сим-карты, ну, вот сверху уведомление пришло, что сим-карты нету, включайте VPN и пробуйте заходить в ТикТок. Также, если у вас Android, вы можете установить взломанную версию. Вот. Да, русские, очень изобретательные люди, они просто взяли, взломали. Это называется мод. Да. Три буквы. Моды. Идите в Телеграм-канал и просто наберите мод на Android или мод на iPhone. Вот. И просто качайте, там в этом канале вы увидите миллионы, сотни людей. Да. Айпад? Да, потому что в нем нет сим-карты, ребята, вообще просто забирайте у детей ваши айпады и фигачите в ТикТоке, вот вы в международном будете прям сейчас. Так, есть ли вопросы именно на эту тему? Скачать мод, если у вас, то есть скачать мод, мод найдете в Телеграм, прям так и наберите, мод на iPhone либо мод на Android. Вы увидите огромное количество людей в этой группе, прям качайте, желательно не самый последний. Вот я когда была в России, я маме пыталась на ее телефон установить последний, у нее что-то не пошло. И мы поставили привет последний. У меня мама просто фанатка ТикТока, она мне постоянно рецепты, еще там что-то, дочь, посмотри вот это, блин, она все зависла вся в ТикТоке. Я, кстати, в России летом приеду, заведу маме, чтобы она выкладывала свой сад, огород, кроликов, козочек, потому что это классно, сейчас тоже хорошая тема, она классно заходит. И, кстати, очень много, я приводила в Телеграм-канале, кто давно подписан на мой Телеграм-канал, я приводила примеры, как люди зарабатывают, один мужик гонит самогонку, он не только, он там делает рыбу, коптит, в своей какой-то домашней коптильне, еще там что-то, колбасы какие-то делает, они из, где же, на Алтае, на Алтае муж с женой живут, недавно их по телевизору тоже снимали. Классно, у него количество подписчиков, ребят, он живет в России, они все это транслируют, показывают, и они перегоняют людей в Телеграм-канал, а в Телеграм-канале, естественно, продают свое мясо, свою рыбу и так далее. Я зашла офигела, у него в Телеграм-канале в 10 раз подписчиков больше, чем у меня. То есть идет органичный вот этот трафик, ну и много так людей из Беларуси, то есть вот то, что я наблюдаю, приводила примеры, это очень круто. Сейчас, секундочку, секундочку. Да, да, это, блин, прикольный вопрос, потому что, если честно, очень много аккаунтов, которые просто вот, здесь история про то, что вам не нужна белая стена, вылизанная картинка, сумочка Гуччи, часы Rolex, не знаю, вам это все, что раньше так важно было для Инстаграма, вам это все в ТикТок совершенно не нужно. Вот, и вы можете, если вы живете в каком-то поселке, вы можете выйти и рассказать про этот поселок, рассказать, до половины москвичей на вас подпишутся, потому что они жизни такой никогда не видели, как правильно доить коробу, как правильно выращивать помидоры, как правильно, сколько, да, у меня мама смотрит, как выращивать огурцы, такая я сама, я как маньячка, я столько, вот еще, кстати, ребята, отвечу сейчас на вопрос, многие говорят, я заходил в ТикТок и там какая-то хрень, ребята, вот, а скажу, как работает алгоритм ТикТока, вот вы берете телефончик, и вот вы начинаете листать, вы листаете, попали, то есть вы только зарегистрировались, попали на какую-то фигню, которые вот просто чуть-чуть остановили свое внимание, ТикТок понимает, ага, тебе это интересно, я тебе сейчас покажу много таких вариантов, и ты понимаешь, что твой аккаунт, то есть листайте и не зависайте на какашках, потому что, ну как бы, ну я рассказываю просто как есть, у меня в ТикТоке огромное количество вдохновения, новостей, там вот эти, даже сад, сад огород, любое хобби, вот все, что нравится, ну блин, это же круто, то есть когда вы задерживаете внимание, еще если поставите лайк или напишите какой-то коммент, то ТикТок будет больше ранжировать и показывать вам похожие аккаунты, то есть у меня там сплошное вдохновение, я полтора года, я практически в Инстаграм не захожу, но я думаю, что мои подписчики это увидят, то есть я вся уже там, там жизнь. Да, те ролики, которые вы создаете для ТикТока, можно просто дублировать на вшот и дублировать в рилс и расти параллельно на других площадках, при этом получая энергетическую отдачу от ТикТока. А еще тут был вопрос, говорят, что что-то я где-то прочитала, но интересно было, что говорят, что в Америке ТикТок закроют. Ребята, вы понимаете, мы в таком мире живем, что мы вообще не знаем, что будет завтра. Много что говорят, всю жизнь говорили, сколько я помню, конец света будет, 2000, но ничего, уже 24-й живем. Пока люди говорят, вот закрыли, а вы и вот. Да, пока люди говорят, кто-то делает, да, правда, реально закрыли, а вон у меня контент фигачится. Ребят, самое интересное, закроют одну сетку, да нахрен надо, люди вас уже любят и знают, они будут носом рыть, они вас будут искать во второй сети, закроют второй, побегут в третью, то есть люди же, они же не дураки, они же людей-то не закроют, то есть люди будут вас искать, поэтому развивайте себя, вкладывайте себя, то есть вот это самое-самое главное. Вот это путь личного бренда, когда человек идет за вами, то есть если что-то закроют, ресурс в виде людей никуда от вас не денется, он будет всегда за вами идти в другую социальную сеть, так что вы никак не потеряете то, что наработаете. Так, сейчас, секундочку, секундочку, столько вопросов, какой заработок будет садо-огородом, монетизация внутренняя, ребят, и сейчас вы еще напишите, кто вы по профессии, вот, потому что, еще раз хочу сказать, у нас сегодня в гостях, просто Женя, это супер мозг, это сканер, вы просто напишите, кто вы, не знаю, врачи-гинеколог, стоматолог, вы там, не знаю, в трубах лазите, там, вы очистите, вот это вот все, сейчас Женя вам выдаст контент, как можно себя, я вспомнила аккаунт, миллионник в ТикТоке, мужчины, которые красят дом, просто, а это, который в высотке лазит, в высотке, где страх, ой, я вообще, мне страшно, у меня голова кружится, он там на этих шнурках, у меня уже все, такая перекрыстилась, листаю дальше, но он не появляется, да, да, пишите пока о вашей профессии, и Женечка, ответь на вопрос, вот именно сад, огород, как монетизировать, то есть, допустим, еще раз, ребята живут в Беларуси, официальной монетизации нет, поможет обратиться кто угодно, производители лопат, снегоуборочные машины, те, кто строит бани, вы можете построить себе бани бесплатно, или просто прорекламировать баню, или вы можете, не знаю, вот эти деревянные там туалеты, еще что-то рекламировать, все что угодно, вы можете спокойно развиваться, продавать какие-то свои советы, курсы, делать платный контент, если вы находитесь, даже если вы находитесь на территории России, давайте брать самый сложный вариант, вот я на территории России, у меня есть только огород и телефон, больше у меня ничего нет, вот как мне на этом заработать, да переведите вы своих людей на телеграм, закройте вы этот телеграм, скажите, подписывайтесь за 100 рублей там на меня, за 500 рублей в месяц, подписку сделайте, и пусть вы будете давать людям рекомендации, как там, что сделать, какие, расскажите там про топ-3 самых опасных удобрения, которые потом вы едите, и которые потом отравляют ваших детей, прорекламируйте хорошие удобрения, хороших производителей, и здесь, и как к вам могут прийти люди на рекламу, так и вы можете написать людям, потому что, ну как это, под лежачий камень, что там вода не сечет, эти удобрения, да, я приводила пример, помнишь, девочку из Беларуси, которая, она на моих глазах, вот просто на моих глазах, у нее, по-моему, было 200 или 300 тысяч, сейчас у нее, ребят, я в сторис все прикреплю, хорошо, я не люблю быть голословной, в сторис прям буду показывать, сейчас, по-моему, у нее 2 или 3 миллиона, ребят, может быть, кто-то знает, она готовит еду, она готовит, у нее такие простые домашние рецептики, ржаной хлебушек, на него килечка, соленый огурчик там, самое интересное, я просто офигеваю, у нее, я просто наблюдала за ее тиктоком, и он ее, вот просто мы с ней вместе, наверное, где-то начали, но она стала готовить простую вот еду, да, мало кому интересно, там мамы с домом в токе, которые там насосали, наворовали, жена депутата, я уже устала, короче, но такое бывает, да, вот это все читать, а тут вот у нее такой позитивный контент, она вот все делает вот то, что завалялось в холодильнике, и самое интересное, у нее сейчас YouTube тоже, по-моему, миллион, миллион, и по-моему, 700 тысяч в Instagram, я зашла в ее Instagram, ребята, там реклама, сплошная реклама, она сегодня сумочку, завтра там, живет человек в Беларуси, вы думаете, она имеет монетизацию с тиктока, она имеет ее, но не прямую от тиктока, она имеет ее вот, да еще и больше, да, так что, ребятки, скину обязательно, так, Женечка, давай, вот здесь вот написано, ветеринарный врач, вот, хороший вопрос, давай, я ветеринарный врач, хочу себя продвигать. Такая шикарная ниша, вот мы с клиентами же работаем, которые питомник, очень интересный запрос, что, извиняюсь за такую тему, при кастрации, например, происходит что-то с собакой, вот знаете, как есть темы триггерные у людей, это деньги, интима, то, если вы рассказываете что-то, про то, о чем люди не говорят, это уже выяснилась история, вот, дальше мы можем просто рассказать, как защитить свою собаку, когда она гуляет, когда она что-то ест, какие витамины колоть, какие не колоть, что делать, как вести себя в той или иной ситуации, в моем городе, откуда я родом, это маленький город, там часто происходит такое, что ветеринарная клиника просто не работает, она одна на весь город, и таких людей в маленьких городах, очень много, которые не знают, куда обратиться со своим животным, как продлить жизнь своему животному, что делать, какие симптомы, все как у людей на самом деле, заходите, находите врача, у вас там врач рассказывает, как, извиняюсь, понос вылечить человеческий, вы тоже самое про собаку, у вас врач как правильно уколоть человека, в смысле укол, вы тоже самое, вот кто знает, как делать укол собаке, да никто, ну снимите в эту инструкцию, боже мой, они, а сколько любителей животных, не сколько, это акцент, охранение, сейчас вот недавно вирус был собачий, да, тоже, тоже вот мы выкладывали, тоже сколько было информации на эту тему, еще раз хочу сказать, что да, практически у каждого, но не практически, но, наверное, у пяти, наверное, клиентов из десяти, есть какой-то питомец, рыбка, попугайчик, да, собачка, как люди привязываются, как к родному, это член семьи, они готовы там все, что угодно дать, они будут, это будет очень ценная и полезная информация для людей, они будут подписываться охотно на это, на все, да, потом бы гайд продали, чек-лист продали, консультацию дали, вот здесь, к примеру, в Америке, вот у нас в Майами, у меня моя близкая подруга, у которой собачка, я не помню, как порода, чухуахуа, да, и они постоянно то 400 баксов отдают, то вот недавно у нее животик ночью болел, и Вика ночью куда-то там бежала, искала клинику, чтобы ей сделать операцию, то есть, а был бы ветеринар, она бы позвонила, любая профессия нужна, любая профессия важна, тем более, да, очень важно просто грамотно как подать, как себя раскрыть, вот тут вот, вот в чем вопрос. Так, еще, давайте поиграем еще вопросы, готовы? Поставили, поставьте плюсики, да, Женечка, выбирай, вот здесь вот много накидали, оперный кадр. Про скольнику тут тоже, на самом деле, очень легко, это рассказывать свои будни, это, кто, а? Кто? Я прослушаю. Проскольника. Подготовка к ЕГЭ, как лучше подготовиться к ЕГЭ, какие-то вещи, лайфхаки, блин, да как вирусились, я помню, ролики, как куда шпаргалку запихать, да это вообще просто кошмар был, там люди такое делали, так что для школьника, там вообще, мой обед в столовой, вот вы думаете, все хотят смотреть, никому не интересен обед в Гуччи, ресторане каком-нибудь, вообще не нужен, посмотреть, как кормят в столовке, да они вам там еще и комментариев накидают, типа, боже мой, кошмар. А возрастки будут писать, это мое детство, я помню эту котлетку, помню запах этот и так далее. Не, прикольно, прикольно, согласна. Потом, оператор, режиссер, у вас, я сразу вспоминаю, Арину Балерину, девочку из ТикТока, которая показывала свои будни театральные, потом вспоминаю девочку с татуировками, которая балерина, она показывает, как татуировки скрывает перед спектаклем. Вот, Арина Балерина это рассказывала, и будни, и как питается человек, и как, что происходит за сценой во время спектакля. Если вы в какой-то день не выступаете, придите на работу, просто снимите контент. Типа, вот у нас там осветитель, вот звукорежиссер, вот режиссер орет, вот еще, вот тут я, вот тут гримерка, кстати, вот обзор гримерки. Вот, собственно, там тоже контента. Ты сейчас сказала про балерину, я вспомнила, я думаю, что все знают эту балерину, которая живет в Юте, которая сейчас, по-моему, беременна с седьмым ребенком, которую очень вкусно готовят. У нее семь детей, это как для отговорки, многие говорят, ой, да, вам повезло, у вас один ребенок, а у меня двое, вот, мне тяжело. У нее северо детей, северо, и она просто там, каждое утро, ребят, ставьте плюсики, кто видит, у нее такая эстетика красивая, у нее такой, знаете, они, по-моему, мормоны, да, и какая-то плита такая темно-зеленая, ну, стопудово видели, но причем эта плита стоит бешеных денег, у нее там какие-то такие тоже душевные рецепты, она то с малым на руках, то другой подойдет что-то, со стола стибрит, она ничего не говорит, она ничего не, ну, как бы, просто идет видео под музыку, кайф, вот просто наслаждение, эстетика, у нее миллионы просмотра, у них ссылочка в шапке профиля, переходите на наш сайт, на сайте она продает цветы, то есть она как флорист упаковывает цветы, они продают свое мясо, то есть у них вот это фермерские продукты, то есть сыр свой, вот это мясо, и, ребят, там одна дощечка, я тогда считала, 38, одна дощечка стоит деревянная, на которой разделочная, стоит, по-моему, 38 долларов, а я считала, какое количество подписчиков, у нее очень много аккаунтов, фан-аккаунтов, и там миллионы просмотров, 100 миллионов просмотров, 30, 80 миллионов просмотров, и вы поймите, просто от таких просмотров, люди, естественно, они переходят вот этой большой воронкой, как через сито люди проселись, и те, кому интересно, те, кто в нее влюбились, они бегут на этот сайт, и они хотят хоть кусочек этой дощечки взять, какой-то балерины, хоть чуть-чуть быть похожей на нее, и приготовить на этом, они же ей доверяют, потому что там эко-продукты, там своя ферма, там детки принимают роды у животных, они доят молоко, и они все хотят, 38 баксов, одна дощечка, а если там 300 миллионов просмотров, ребят, вы просто умножайте, считайте, это, блин, ну это, это круто, деньги есть везде, просто тут самое главное, самое главное, самое главное надо понять, тебе это надо или нет, потому что если ты в состоянии амебы, и ты ничего не хочешь, ты можешь все воспринимать, что ну да, говорите, бла-бла-бла, херня это полная, то есть я-то вообще в Казаларде живу, и мне вообще это никогда не достанется, да, а кто-то действительно из глубинки берет, выбирается, и, блин, показывает охрененные результаты, сначала люди осуждают, а потом будут пародировать, в общем, то есть, ребятки, решать вам, это просто к тому, что, так, опять про туризм, монетизация, нет, и, сказала Ира, что когда она затронула тему, того, что продают доски, молоко, давайте еще сделаем акцент на том, что даже понечку прошла вот эта эра курсов, потому что очень многие стесняются продавать курсы, свои услуги, так не надо, уже все люди давно продают то, что там ручные украшения, там свое производство, мармелад, конфеты, доску для того, чтобы резать, все что угодно, то есть, если вы до сих пор думаете, что чтобы заработать денег, нужно танцевать с бубном, делать воронки продаж, и потом еще отдавать кучу денег, вот сколько ты отдавала денег, Ира, чтобы тебе сделали, вот не только сайт, а вот это все, прогревы, что там еще блогеры делают, если честно не знаю. Поэтому у меня отвращение к Инстаграм, честно, я устала от него дико, потому что вот вспоминая вот это все, и сколько, ну как бы таргетом я не особо пользовалась никогда, то есть это только на запуске, на какие-то, у меня не особо с ним что-то складывалось, это было не особо удачно, вот, но я устала от этого всего, правда, это большие вложения, то есть тикток, это же вложение, но это вложение твоего времени, правильно? Это твой труд, это твое время и твоя регулярность, вот что значит тикток. Женечка, тут про туризм, много было вопросов именно про туризм. Мы вообще легко, особенно в нынешней ситуации, если мы говорим про Россию, то это куда, туристические места, не банальнее в России, сейчас многие не имеют возможности куда-то выезжать, вот, поэтому можно рассказать про туристические места, про, если это туризм, то сколько стоит туда съездить, какие места посетить, типа куда именно, то есть не просто вот съездить в Карелию, а куда именно, положить маршруты, многие здесь, если говорить про монетизацию, ну создайте вы себе, вот вы рассказали там, три места в России, которые там до 100 тысяч, три места в России, в котором можно путешествовать до 50000, что посмотреть в Казани, что посмотреть в Пензии, что посмотреть в Омске, неважно, вы всё это накидали, рассказали, во-первых, вас поддержат и местные, там люди, которые из этого города и скажут, О, да, в нашем Нижнем Новгороде вот это, а еще вот это, вот это, они вам еще накинут. Потом, что вы делаете? Вы набрали там первые 10 тысяч и сделали там три гайда. Путеводитель по Нижнему, путеводитель по Карелии. Ну вот, берете три туристические зоны, которые вот сейчас самые там востребованные. Карелия очень сильно востребована вообще всегда, не знаю, почему я это знаю. Ну, еще там две туристические. Там одну, например, до 100 тысяч, другая до 50 тысяч, другая там до 150. Если вы три гайда создаете на разные целевые аудитории, и все, вам даже их придавать не придется, потому что человек ленивый, ему легче заплатить вам эти там 100 долларов за гайд, но у него будет туристический план готов, и он уже со спокойной душой пойдет и поедет в Карелию с вашим планом, не обращаясь к туроператору, который возьмет еще кучу больше денег. Я хочу еще один способ дохода, тоже очень интересно, да, спасибо большое. Блин, круто, ребят, фиксируйте, потому что очень много, правда, я думаю, что очень много инсайтов, для вас. Еще один способ дохода. На одном из курсов я слышала такую историю, что пришли в ресторан, и девушка очень быстро, Женечка, помнишь, я тебе рассказывала этот случай? Она пришла с парнем и сказала, заказывай все самое лучшее, самое необычное. Они заказали, она там на минуту пошла типа вовнутрь, как будто носик походу в туалет. И все, день прошел, на следующее утро, он говорит, я захожу в ТикТок и смотрю в ТикТоке, вроде бы это та еда, которую я заказывала вчера, вроде похожа на мою тарелку. Но когда она успела снять, что она сделала, эта девочка? Она забежала на кухню и сказала, что у меня ТикТок, я креативный, я развиваю ТикТок, я снимаю ролики, посмотрите на мой ТикТок, вот у меня ролик зашел на миллион просмотров, а вообще миллион просмотров сделать очень легко. Вот, и допустим, она быстренько ее пустили там на кухню, понятно, что в каждый ресторан, не каждую кухню вас пустят, но она как-то сумела это классно и интересно подать, и этот ролик очень хорошо завирусился в этом городе. Через неделю она пришла снова к владельцу этого ресторана и говорит, ну что, ну классно, к вам народ-то попер, да, попер, ну теперь это, давайте сотрудничать. Он ей быстренько отбашлял и принял ее на работу, то есть на определенное количество, там в месяц, к примеру, там 5, 6, 8, 10 роликов вы делаете для того, чтобы поднимать, к примеру. Вот я приводила пример на своем прошлом курсе, у нас в Бакаратоне, в соседнем городе есть такая кофейня, где просто подростки, молодежь, они там в очереди стоят, я сама лично там стояла в очереди. Ничего особенного, простые какие-то печенюшки и простой обычный кофе, но очередь через тикток продвинули, то есть модное кафе через тикток. Вот, ну как бы, если вы креативные такие, если вы тем более вот фотографы, кто ищет новую профессию, новое вдохновение, ребят, вот просто в вашем городе, оглянитесь по сторонам, огромное количество клиник, стоматологий, кафешек, ресторанов, парикмахеров, стилистов, визажистов, кому надо продвигать, кто готов просто, чтобы его приезжали, снимали, сбилили этот контент, писали контент, монтировали, ну блин, это клондайк. Да, там пути монетизации очень много, это и как сотрудничество непосредственно с людьми, так и, например, если вы научитесь правильно там инструменты наши использовать, вы просто можете предлагать их потом за деньги другим людям, то есть прийти, если вы не хотите сами вести блог, введите его кому-то другому и получайте с этого оплату еще и процент. Вот, то есть тут как бы два, две стороны монетизации. Так, а как шевье развиваться, где брать вирусную музыку, ребятки сейчас, да, спасибо большое за ваши вопросы, блин, прикольно, интересно даже общаться, когда есть такая обратка. Как шевье развиваться, давай, что-то интересное. Сколько людей, я, кстати, сама подписана на некоторые бренды, которые начинались с одного человека, который просто в ТикТок, вот я видела и ковры, кстати, и бомберы, как ковры делают в виде каких-то мультяшек, как бомберы с цветами делают, как нижнее белье шьют. Вот, то есть вы просто снимаете процесс, это очень часто подходит художникам, мы тоже советовали девочке на курсе снимать именно процессы, выставлять это, можно даже не говорить ничего. Пождествует это в любой деятельности, если вы что-то делаете руками, что-то часами скребете, там что-то делаете, ребят, это так интересно, люди просто, для многих это релакс, они залипают, смотрят, вот этот ТикТок это любят. Да, то есть на самом деле, блин, да уж и столько вообще всего, что можно сделать, ну правда, это вот, если вы готовы говорить на камеру, то элементарно рассказать про, как строчки какие-то делать, или как там за 10 минут шить себе там трусы или лифчик классный, или если вы не готовы говорить на камеру, то это показывать процессы, это рассказывать про ткань, про нитки, про именно сами процессы какие-то конкретные, вот. Вот, здесь даже иногда не совсем вирусная музыка нужна, потому что здесь порой люди просто будут готовы вот так вот смотреть, и всё, потому что вы для них будете ассоциироваться с релаксом, вот как люди камин включают у себя на себя. Ну вот как раз вот девушка тоже пишет, да, швея легко, что очень классно, можно просто шить, показывать, да, Телеграм переводить. Можно даже лицо не транслировать, но всё-таки мы советуем транслировать, но если прям совсем не менее, то начать всегда можно с какой-то там базы. Да, по поводу не транслировать лицо, то есть, конечно, лучше продавать себя как лично всегда, но у меня есть знакомая здесь в Майами, которая сделала блог по аккаунту, у неё Ньюборн, и она никогда там не показывает в аккаунте своё лицо, то есть она показывает лялечек вот этих, как она их там укладывает, как там вот дочка там за кулисами снимает, её очень классный Женя Кос, вот давайте я вам тоже покажу, когда эфир закончится, приложу эти варианты. И у неё, по-моему, там 2 или 3 миллиона подписчиков, и сейчас она продаёт за 28 тысяч долларов этот аккаунт. То есть, если ты Ньюборн-фотограф, и ты хочешь готовый аккаунт с младенцами, то есть хочешь дальше развивать, там нет лица, там есть просто руки, то есть можно потом ещё и продать свой аккаунт. И как она сейчас хочет, она завезёт новый, потому что она знает, как это делается. Да, потому что аккаунт могут купить даже не только люди, которые хотят Ньюборн продвигать, а кто угодно купит с живой аудиторией, да, им придётся. Вот эту одежку, одёжку всякую разную, да, то есть это же тоже, да, тут вообще просто, когда начинаешь думать, вникать, тут хочется и это взять, и это, и это. Да, потому что, ребят, сейчас, Женечка, ты почитай дальше вопросики, там поотвечай, я сейчас ещё маленький пример приведу. Когда я пошла в ТикТок, я вообще не знала, зачем я туда пошла, я выкладывала простые сторис, вот то, что я выкладывала здесь, я стала дублировать туда. Я такая, типа, нахрен мне это надо вообще, что я с этого получу? А сейчас, мало того, что я продаю курсы, там, свои обучения, на курсы по фотографиям мне приходит молодёжь обучаться, блин, это классно. Помимо этого, вот мне, у меня загорелось желание развивать Ясю, Ясю как личный бренд. Вот, кстати, как раз обговорили про Швию, да, ребёнок у меня сейчас учится в дизайнерской школе, и она сама периодически, там есть ролики, где она там шила кофту, ещё что-то, и там в комментариях они пишут, ой, классно, да, блин, ребят, когда они её уже любят как личность, да, они там готовы, она стикеры на лицо клеит вот эти звёздочки от прыщей, да, они, ой, где купить, а какой артикул, а на Валберс, а где заказать? То есть люди уже готовы у вас купить всё, что угодно. И то есть, конечно же, так как Ясю учится в дизайнерской школе, почему бы не создать свой личный бренд? Молодая, красивая, она сейчас будет сама шить, ну, понятно, не сама, да, вот, но что-то рисовать классное, и мы будем продавать её личный бренд одежды. Это тоже новый путь развития, а я об этом полтора года назад, когда мне Женя говорила, иди в ТикТок, я говорю, Женя, отстань. Ребят, понимаете, что вот, вот, ну как бы. На самом деле, вот, развитие детей через социальные сети, это вообще отдельная ветка, на которую я рекомендую обратить внимание, потому что я даже своим родственникам, ну, всё время говорю, типа, вот, ну, типа, вот дочка, там, сестра у меня есть, потом в будущем это очень аукнется, потому что куда бы ты ни пошёл, и у тебя, вот, как бы это обидно, может быть, сейчас для кого-то не звучало, но это будет конкурентным преимуществом, если у этого человека есть аккаунт, и там хотя бы, там, есть какие-то подписчики, если будут выбирать между, кого взять на роль, ещё куда-то, там, на сотрудничество, выбирать того, у кого есть социальные сети. Даже сейчас вы можете обратить внимание, эту тенденцию, вот, вообще в массах, что даже выбирают моделей незнаменитых, там, не Кейт Мосс и Адриан Лимов и ещё кого-то, а выбирать тех, у кого есть Инстаграм. И очень много из-за этого люди ругаются, что почему вот я работала, я там был, работал себе, ну, как бы во благо своей профессии, а берут её, у неё нету ни роста, ни фигуры модельной, но у неё есть Инстаграм и ТикТок. Ну, в общем, я тоже не буду приводить примеры нашу русскую, советскую эстраду, даже не советскую, а сейчас вот эстраду. Сколько у нас тиктокеров появилось, Валя Карнавал, да, вот это потом Клава Кока, вот же на сцене, вот все, они тиктокеры. То есть, Жень, ты правильно сказала, я вот, живя в Америке, знаю сейчас, так как Ясю у меня занимается с агентом по съёмкам, и если будет стоять выбор взять, абы какую, Ясю, там непонятно, с тремя, как же это называется, как называется, с тремя там подписчиками, в общем, возьмут копа, да, либо просто будет девочка какая-то в тиктоке, у которой там будет 3 миллиона подписчиков на роль, пусть даже она внешностью будет сильно проигрывать, возьмут. У неё актёрские данные будут стрёмные, давай посмотрите. Стремные, конечно, её возьмут, потому что она, да, Бузову-то как вот, я перед Бузовой преклоняюсь сразу, чтобы, то есть, она трудяга, она просто конь, она монстр, можно взять просто с неё огромный пример. Но почему она вон пошла и в театр, да, и везде? Да потому что, потому что, потому что, ребята, social media. Так, эфир обязательно сохраним, ребятки, пишите ещё какие вопросы, ещё вот то, что есть, просто хочется не затягивать этот эфир. И что хочется сказать, я приведу примеры по окончанию эфира, вот всё, о чём мы с вами говорили, покажу примеры, переходите в телеграм-канал, там будет очень много, мы с Женей будем наговаривать. И у нас со следующей недели, с понедельника, начинается марафон, он всего лишь на 10 дней, стоимость 100 долларов, либо 8-800 в рублях, 8-800 в рублях. То есть, у нас там и прямые эфиры, программа полностью расписана, ссылочку на сайт дам. Вот, официально, наверное, после сегодняшнего эфира здесь дам ссылочку. В общем, регистрируйтесь, приходите к нам учиться. И обычно у нас, вот мы запускаем уже третий наш поток, на первом у нас было 200 человек, да? Жень, и в прямых эфирах сколько мы сидим? Часа по три, по четыре, правильно? Да, три часа. Каждый, да, каждый аккаунт. Вот вы сейчас пишете, а я психолог, а я вот там астролог, и вот мы каждого разбираем. Женя каждому выдаёт стратегию, то есть, конечно, мы носимся, и ваши успехи, это будут наши успехи. И у нас с первого курса есть такая классная фраза, называется «Деньги пошли». У меня есть эфиры тоже на эту тему, давайте я тоже приложу. Деньги пошли? Да, деньги пошли. То есть, девчонки после первого месяца уже делали, у кого там 10 тысяч подписчиков, у кого там 2-3 тысячи долларов. То есть, ну, как бы это круто. В общем, приходите к нам развиваться. Да, то есть, будет готовый после, вот реально столько информации даем, что если всё записываете, слушаете, потом переслушиваете, потому что есть записи, вы просто выходите с готовой стратегией на полгода, мне кажется, ближайшие. Вот. Вижу, тут вопрос уже постоянно пишет, дублирует. Можно совмещать разные темы или нужно выбрать одно и по ней идти? На самом деле, вначале вы выбираете, ну, 3-5 направлений, просто чтобы не распыляться, чтобы было понятно, кому вас транслировать. То есть, если вы там мама, фитнес-блогер и рецепты, окей. Ну, если вы там мама, которая в городе, ну, какие-то прям противоположные. Мама пожарный, и вы ещё хотите вещать про рецепты, то уже нужно выбирать. Вы либо пожарный, либо медик, либо вы рецепты какие-то говорите. Вот. То есть, чтобы не было. Вот если вы фотограф, то выберите себе какие-то 3 ответвления. То есть, вы фотограф детей или фотограф семейный, предположим. Вы хорошо занимаетесь ретушью и, предположим, умеете выставлять свет. То есть, не просто я фотограф и вещаю на всё про всё, а вот 3 каких-то своих уникальности. Выделите самостоятельно, что у вас лучше всего получается. И вещать именно это. Но со временем, как я и говорила, ТикТок очень гибкая площадка, поэтому вы спокойно можете поменять, как Ира меняла направление трижды. Сначала мы продвигали Ясю, потом мы продвигали экспертный блог. И выстрелил именно лайфстайл. Заметьте, с третьего раза. Вот. И к лайфстайлу потом подключилась Яса, а потом же вернулась в верность. Но тут не было трёх аккаунтов. Мы в одном же выстреливали. То есть, мы эту же аудиторию, она у нас оставалась. Мы пробовали потихонечку вливать новый материал. И смотрели, как зайдёт. И самое, я ещё раз повторюсь, уникальное то, что вам аудитория сама подскажет. То есть, вы заходите, например, с какой-то нишей, как вы думаете, что у вас лучше получается, но потом вам напишут люди в комментариях, ой, а расскажите это, а покажите то, и всё. И никаких не нужно контент-планов, не нужно ничего придумывать. Вот там кто-то писал в начале, в самом вопрос. Ой, вот вам столько вопросов будут в комментариях задавать. Жизни не хватит всё на это ответить. Так вам и не надо. Вы по одному видео снимаете спокойненько. Вам не нужно больше заморачиваться, как раньше. Делать эти контент-планы, прописывать. Даже многие говорят обращаться там к боту. Когда начнёте, вам аудитория сама спросит. Самое интересное, что люди не обижаются, если ты не отвечаешь. Вот я не отвечаю. Я максимум могу сердечки поставить, пробежаться, поставить сердечки. Крайне редко я что-то отвечаю, но они же без обид пишут. Что новое и новое и дальше. А ещё, кстати, Жень, подожди секундочку. Был такой вопрос. Блин, такое что-то прям было важное. А, я знаю, что хотела рассказать. Вот если ребята, допустим, не идут к нам на курс, мы можем дать какие-то три основных совета. То есть расскажи про глубину просмотра, расскажи, как вы желаете, и про первый месяц. Потому что это тоже будет очень полезно. Они пойдут научиться, но им интересно. Так, базовые вещи, которые стоит знать. Это не нужно сейчас бежать и заводить аккаунт в ТикТок, потому что вы про... Как сейчас хотела там выразиться, вы пропустите. Женя, давай как в ТикТоке, давай быть настоящими. Ну и пофиг. Ну и Инстаграм, и пофиг. Разбирайте вы эти две недели прекрасные, когда ритмы пропихивают вперед. И когда вот люди говорят, сколько конкурентов, вот в эти две недели у вас как раз-таки есть преимущество, как у нового аккаунта. Поэтому все, кто сейчас хотели побежать создавать аккаунт, не нужно. Сначала сядьте, подумайте, кто, что вы, какой контент вы можете снять, когда вы его можете снять. Снимите хотя бы три-четыре ролика, вот потом создавайте аккаунт в день первой публикации. Это первый важный пункт, потому что если вы сейчас создадите аккаунт, а выложите видео через две недели, то вы пропустите самый главный слот, когда вас аккаунт, когда вас площадка продвигает как нового пользователя. Это первое. Второе. Глубина просмотров, соответственно, это то, что стоит учитывать. То есть на первых порах не нужно записывать ролики на минуту, на полторы, думая, что кто-то будет вас слушать. Не будет. Вот, как бы это жестоко не звучало. Старайтесь делать ролики на 30-40 секунд и не рассказывать всю самую суть в начале. Сохраняйте интригу, делайте это максимально экологично, чтобы люди досматривали до конца. Потому что чем дольше люди смотрят ваш ролик, ТикТок это понимает. Он понимает, что вот если вас, ваш ролик продлеснули через три секунды, вас вот дальше вот условно первой тысячи аккаунт не продвигает. Площадка. Да, он дальше вас не пушит. Сначала вас условно ТикТок выкатывает на первые там 100 человек. Если они посмотрели ваш ролик полностью, он выкатывает вас на первые 500 человек. Вот, если они там уже начинают смотреть, например, по 50%, он такой, ну ладно, еще может быть разрешу. 50% это хорошая глубина просмотров. Вот, он выкатывает вас на тысячи и все. И дальше люди такими смотрят 10% и все. И больше не досматривают. Дальше тысячи вы не уйдете. У многих, да, такая ошибка, когда вот, ребят, послушайте, те, кто уже там есть и кто застрял, у кого 200-300 просмотров, и вы торчите, торчите на этом. То есть начните делать маленькие ролики, чтобы они просто, да, чтобы ТикТок понимал, что вау, это людям интересно, и чтобы он немножко стал вас дальше двигать. Да, ну то есть только не нужно вот думать, что сделать короткий ролик, типа, окей, я сделаю на 10 секунд, тогда точно меня все посмотрят. Нет, это так не работает. То есть чем длиннее ваш ролик, тем как бы глубина просмотров меньше. То есть если ваш ролик 10 секунд, соответственно, вы должны досмотреть полностью. Если ваш ролик минута, то достаточно и там 30%, чтобы посмотрели. Вот, то есть не сработает этот лайфхак. Типа, чем короче, тем лучше. Это так будет не работать. Не будет так работать. Вот, и еще расскажу про третью вещь. Это сокращайте, не знакомьтесь, не рассказывайте о себе. Вначале неинтересно, как вас зовут, сколько вам лет, сколько вам лет. Здравствуйте, меня зовут. Так, да. Как вас зовут, да. Если вы условно рассказываете, как посадить огурцы, то вы так сразу и рассказываете. Три лайфхака, чтобы ваши огурцы там под конец сезона были здоровыми, большими, и их не сожрали муравьи. И вы рассказываете, там условно можно сказать, самый последний лайфхак, он как бы в конце, чтобы люди как раз досмотрели, была глубина просмотра. Не нужно рассказывать, что я Алена из Воронежской области. Это потом. Знакомство, Жень, мы, по-моему, сделали после тысячи подписчиков, да, кто мы, что мы, да. Ну, можно взять просто ролик знакомства, закрепить его в будущем, пусть он висит, и кому надо, они посмотрят. Но в основном людям это нужно потом, когда они вас уже узнают. То есть запомните, как это работает. Сначала вас узнают, а потом уже вас хотят узнать. Не так, что как бы не нужно знакомить насильно аудиторию с собой. То есть сначала познакомьте их с тем, что вы им можете дать. Заманите их какой-то плюшкой, какой-то пользой, почему они должны на вас подписаться. А только потом они спросят, откуда ты, о чем ты занимаешься, а почему ты это рассказываешь. Но они это спросят потом сами. Вначале эту информацию им давать не нужно, потому что никто ни с кем не хочет знакомиться и тратить на это время. Так, 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 Женечка, а еще, подождите, вопрос здесь, скажите, почему при оплате приходит 118? Ребят, если вы оплативаете Зили или PayPal, вы просто платите именно 100 долларов, то есть вообще. А если по России, то есть оплата по России, просто нажимаете на кнопочку, там будет 8800. Так, так, можно интересную тему, так, здесь был вопрос уже это, да? Так, Женечка, еще есть какие-то вопросы, вопросы, ребята, пишите по теме. А если видео интересное, он хотя бы 5 минут все равно завирусится, ага. Ну да, если у вас контент интересный, он завирусится вообще спокойно, то есть, ну, главное, чтобы он реально был интересный, а не только вы, чтобы вы думали, что он интересный, вот. Так, если аккаунт пустой, заводить новый? Что еще раз? Если аккаунт пустой, заводить новый? Да, как я и говорила, в день первой публикации вы создаете аккаунт. Если аккаунт уже простоял миллионы лет, бросьте его, просто бросьте его, вот. Не стоит, как бы, добивать лежачего. У тебя, Ира, тоже был старый аккаунт, помнишь, вот, где вы как раз танцевали и все вот это делали, что-то в начале? Да, да. Можете его, да, и он легко находится. Да, да, он как раз именно в российском текстуре русица, ага. Вы его как-то бросили и расталкивали новый аккаунт, так что да. Вот, ребятки, так что давайте сейчас по окончании эфира приложим всю информацию полезную, все о том, что мы с вами говорили. Если есть еще какие-то вопросы, пишите обязательно, сейчас ответим. Вот, и я в сторис приложу всю информацию, приложу ссылочку, так что заходите, переходите по ссылочке и приходите к нам учиться. Так, а я еще тут отвечу на вопрос, пока вы пишете. Здесь был такой вопрос, если вы так много зарабатываете, до 30 тысяч, почему вы до сих пор не купили порш или дом? Потому что это все вранье, вы столько не зарабатываете. Скорее всего, муж вывез деньги из России, который муж. В общем, давайте позволим этому человеку. Ну, в общем... Да? Не могу, пожалуйста. Вот очередной раз, вот очередной раз удивляет у людей, сейчас формулирую эту фразу, то есть, когда люди, к сожалению, в нашей жизни ничего не могут сделать сами, они не верят, что кто-то другой может зарабатывать деньги. Им всегда проще верить, что кто-то насосал, муж депутат, муж у меня ограбил Сбербанки России. Поэтому мы переехали в Америку, живем здесь и просто живем на полную катушку, и мы ни хрена никогда, мы никто не работаем. Все, вот-вот вообще просто идеально. Короче, да. Так, 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 можете сколько угодно смеяться, это защитная реакция. А, у вас, наверное, да, ну, в общем, ладно, да, давайте не будем, не будем. Ребятки, если есть еще какие-то вопросы, пишите, пожалуйста. Блин, мне так нравятся эти люди, они такие, ну, они мне жизнь продлевают. Да, да, они изначально, изначально, вот сейчас, кстати, хочу сказать, вот когда мы пошли в YouTube, в YouTube, как раз вот сейчас вот начальные ролики, когда тебя аудитория не знает, когда люди не знают, вообще кто-то, не следят за тобой. И вот новые, свежие, да, вот в YouTube, я читаю порой комментарии, такое чухню пишут, вот, ну, примерно вот что-то типа в такого рода, да, но со временем. Женька, а помнишь, такое же было в TikTok'е когда-то, помнишь, было в TikTok'е? И я тогда тебе звонила и говорю, Женька, почему, ну, так же, это же не так, это же неправда, я же вот, ну, вот, я же вот, вот так вот все сама, и в итоге. А сейчас как бы менялась аудитория? Потому что люди, когда начинают привыкать к тебе, они начинают смотреть, следить, они видят просто каждый день твоей жизни, они понимают, откуда ноги растут, и, как бы, от любви до ненависти один шаг, так что это нормально, это все в порядке. Ребятки, поэтому, да, поэтому, да, поэтому, кстати, Женечка, давай расскажем про говно на вентилятор, это же классно, это очень сильно принимает охвату. Мой любимый пиар. Да, давай, 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 мы даже для наших клиентов делаем какие-то такие ролики, ребята, или вот, к примеру, у меня ролик набрал, там, 3 миллиона просмотров в Ютубе, здесь полмиллиона просмотров именно в Инстаграм, я бросила свою дочь, вот кто смотрел, да? И, конечно же, тоже люди писали, какая ты падла, сначала надо было рожать, думать, зарабатывать деньги, а потом только рожать детей, какая-то, то есть, многие люди думали, что я вообще на 8 лет срулила куда-то в другую сторону, вообще не видела ребенка, то есть, ну, может быть, кому-то проще так думать. Готовьтесь к тому, что много будут писать гадостей, а вы радуетесь этому, радуетесь, потому что это все повышает, ну, как бы, получается так, да. Да, человек не оставил комментарий, а ТикТок, он не понимает, что это за комментарий, он лишь понимает, что кому-то так понравилось ваше видео, что он оставил комментарий, и этот комментарий работает на ваше продвижение, но, кстати, если в ТикТок люди оскорбляют каких-то людей, то алгоритмы также работают, что они могут заблокировать этого человека спокойно, то есть, без вашей жалобы даже, то есть, они защищают интересы, и любой контент, который может нанести вред сообществу, условно, он тоже аккуратно, ну, он не проходит в массы, то есть, даже Ира может сказать, что есть какие-то ролики, которые у тебя снимаются, там, например, или проходят проверки. Хочу сказать, что самому гадости тоже не писать, то есть, никому лишний раз не пишите, потому что, ну, как бы, это все отражается на вашей внутренней статистике, то есть, если вы там где-то сидите, там, кому-то написываете, наяриваете, в общем, не надо, неважно, деликатно вы написали или оскорбили кого-то, то есть, это все тоже на вашей статистике отразится. Кстати, вот Юлечка, моя близкая подруга, спрашивает, Женечка, ответить на вопрос, если сначала ролики растут, а потом получается застой, что делать? И сколько обычно застой? В целом, ничего страшного, в ТикТоке всегда это работает вот так, то есть, вы всегда придете вот к этой точке, когда актив спал, ну, как это всегда бывает, после взлета всегда есть какая-то точка, когда немножечко все утихимируется, потому что всегда, вот, всегда вот так идти, ну, нереально, ну, нереально всегда идти, чтобы у вас было ровно все, всегда это будет вот так, вот. Поэтому ничего страшного, сколько будет длиться этот период, зависит только от вас. Если вы работаете регулярно, выкладываете видео, работаете над контентом, то это прекратится быстро. Можно схитрить, попробовать перезалить успешные ролики ранее, но только если они прямо очень давно были залиты, можно такую хитрость использовать, чтобы вернуть актив. Самое главное, наверное, это не вестись на поводу у алгоритмов и продолжать работу, потому что я знаю людей, которые... Вот с нашего курса есть люди, которые месяц выкладывали, вообще ничего не было, а там прошло три дня, вот месяц и три дня, и вот пошло, и вот просто пошло. Тут еще просто вот нужно нащупать это. Посмотрите, что люди в комментариях пишут, потому что это очень часто то, что их трагерит, то, что им важно. Сделайте ответ на комментарий, попробуйте снять видео, ответ на этот комментарий. Вот, то есть ищите разные пути, щупайте. Иногда бывает так, что тема изжила себя, тоже такое бывает. Или наоборот, что настолько много тем было, что полный хаос, и ТикТок такой, а кому показывать, а что происходит? Там тема материнства, иммиграции или еще кого-то, или еще что-то, или мы обсуждаем искусственный интеллект. Что мы делаем? Кому показывать тебя? Тогда здесь лучше определиться с нишей, вот, в зависимости от того, в общем, что происходит на аккаунте. Юльчик пишет, Пашем дальше, девочки, спасибо за эфир. Женечка, еще что, чего нельзя делать, вот, последний вопрос, чего вообще нельзя делать в ТикТоке? Оружие показывать, даже пластиковое, тем, кто, у кого есть мальчишки, дети, ножи пластиковые, когда готовишь, в целом окей, вот, ну, не пихайте нож в камеру лучше лишний раз, вот, любое пластиковое оружие, и понятно, что это обнаженные дети, дети в купальниках, и детьми считаются даже дети 16 лет, поэтому это все считается за детскую порнографию, и тоже всегда мы приводим этот пример, что у меня был кейс, когда был блог на 200 тысяч подписчиков, и в эфире на одну секунду ребенок вот там сзади очень далеко пробежал, то ли в подгузниках, то ли без, просто вот, я не знаю, пробежал, вот, вот мимолетно, даже сама мама не заметила, навсегда деактивировали аккаунт, поэтому будьте с этим внимательны и осторожны. Супер! Мне кажется, ребятки, да, для вас было очень много полезной, ценной информации, и огромное спасибо, что были с нами, спасибо, что нам было приятно поделиться с вами знаниями, приходите учиться со следующего понедельника. Будем всех ждать. Да, да, в общем, ссылочки сейчас все будут, и обещаю, да, я тоже в сториз. Всем хорошего вечера, всем хорошего дня, и работаем, улыбаемся и Пашем, как я говорю. Ура! Ура! Пока!